Джен Паула, Бостон, Морган, Кобра и Хедер сегодня стали звездами подиума, вернее, деревянного настила в деревне под Чебоксарами. Когда съемочная группа программы «Республика» вернулась с осмотра быков-производителей, репортер Татьяна Молокова буквально взахлеб рассказывала о невероятной мощи природы, которая может себе позволить одному отцу завести несколько десятков тысяч детей. Уважаемые гости, начинаем нашу выводку с самого молодого представителя нашего стада, быка по кличке Джен Паула, галштинской породы. На местном плензаводе всего 24 быка, вроде бы не так много для солидного предприятия, но каждый наперечет. Рогатые невесты со всей страны к ним в очередь. На выводке сегодня 12 лучших галштинской и арширской породы. Галштинская порода – это лидер по молочной продуктивности. В Чувашской республике стоят приоритеты увеличения молока, то есть обеспечения населения качественным и высокопродуктивным молоком. А арширская порода – это порода, которая отличается тем, что высокая белковая молочность у этой породы, и она менее требовательна к условиям содержания, более адаптированная, более приспособленная. Племенные быки ради всего коровьего племени по стране. Один такой красавец с диковатым взглядом из-под рожья – папаша 20 тысяч телят, а то и больше. А в Уренке все ждут и ждут от него ласки, хоть и без любви. Лучшие зоотехники со всей республики сегодня вроде как сваты. Работаем с племобеднением уже с 2014 года. За свою практику я работала и с импортным котом, как бы семенем. Но убедились, что наше семя тоже не хуже импортного. Поэтому с 2014 года уже осеменяем только семенем, купленным с Чувашского племобеднения. У нас удои с каждым годом повышаются. Сельхоз, специалисты, никакой романтики, все про дело. Про здоровье буренок, удои и прирост массы. Однозначно от быков надо уходить. Сегодня 40% всего осеменяется искусственно, в лично-пособных хозяйствах. Хотя есть вроде как места, как осеменить. Но все равно их 243 пункта осеменения, а деревень 1718. Осеменять корову, куда-то водить в соседнюю деревню все равно некомфортно, неудобно. Поэтому мы решили создать мобильные бригады. В конце августа мы их уже доведем. В 10 районах в этом году пробано. По принципу скорой помощи мобильные бригады будут готовы выехать к корове, если можно так сказать, на дом. Кроме осеменения, в списке услуг, медосмотр и даже маникюр, то есть копытокюр. Татьяна Молокова, Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.